Как раз в это время Горбачёву звонит председатель Совета Министров Рыжков и сообщает о сильнейшем землетрясении в Армении. Горбачёв прерывает визит в США, отменяет предполагавшиеся затем визиты на Кубу и Великобританию и возвращается в СССР. 7 декабря 1988 года подземная волна сотрясает почти половину территории Армении. В городе Спитаке толчки до 10 баллов, в Ленинакане и Кировакане до 9. В считанные секунды гибнет 26 тысяч человек, 700 тысяч остаются без крова. В ночь на 8 декабря в Армению прилетает правительственная комиссия во главе с Рыжковым. Продолжительная работа в районе землетрясения резко увеличит популярность главы правительства. Горбачёв сюда доберется 10-го. Масштабы бедствия поражают. На разборке завалов у нескольких спасателей инфаркты. Блочные девятиэтажки превратились в кучу мусора. От некоторых людей остался лишь мокрый отпечаток на бетонной плите. Город Спитак. Эпицентр землетрясения. Он полностью разрушен. Из 20 тысяч жителей погибло почти 15. Где сейчас заводские цеха, был городской стадион. Сюда привозят тела погибших. Извлечённых из-под руин не успевают хоронить. Гробов не хватает. Всего в зоне землетрясения 21 город и 342 села. Помощь в сёла Армении придёт только через 6 дней. Разрушено всё вокруг, нет никакой связи с внешним миром. В эти дни людям там кажется, что рухнул весь белый свет. В московских газетах пишут, что, мол, нет худа без добра, что это общее горе, а общее горе сплачивает. И при такой беде азербайджанцы и армяне забудут про Карабах. С 1988 года землетрясение в Армении вместо ташкентского – наше главное землетрясение. Первые сутки не могут доставить ни одного подъёмного крана, самый необходимый для разбора завалов машины. Оказывается, советские краны не помещаются в советские самолёты. В СССР вообще не существовало специальных служб на случай стихийных бедствий. Иностранцы привозят с собой приборы, способные улавливать малейшие признаки жизни под руинами. На них надеются, как на богов. В первые 10 суток из-под завалин извлечено 15300 человек. Швейцарский микрорайон в Спитаке. Там дальше ещё итальянский. Есть норвежский госпиталь, улицы, построенные чехами и немцами. При землетрясении в Армении мы впервые принимаем международную помощь. Ещё два года назад мы отказались от неё при аварии в Чернобыле. А здесь французские спасатели оказались на месте раньше наших. Оперативно действуют англичане и американцы. Впервые со времён Второй мировой войны на советские аэродромы приземляются западные военные самолёты. Мы упрощаем проверку документов и выдачу виз. Мы впервые преодолеваем свои всегдашние гордыни, ксенофобию и опасения компетентных органов, что под видом спасателей к нам могут проникнуть агенты западных спецслужб. Впервые мы признаём, что у нас что-то случилось, и мы с этим не можем справиться сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!